Думаю, что многим будет интересно узнать, не безинтересно, по крайней мере, как отмечают и как поздравляют женщин в других странах. Вот в данном случае речь идет о замечательной стране на постсоветском пространстве Туркмении. Как вы считаете, как президент Туркменистана поздравит женщин на 8 марта? Ну, слушайте, думаю, он как-то особым образом подготовился, думаю, как-то серьезно, может, будет какой-то большой праздник, там, знаете, народные гуляния, он станцует, там, яблочко, там, танец, танцует им, прочитает им, не знаю, какие-то поздравительные речи, там, не знаю, подарит им овец, коней, ну, ковры. Как? Не томите, расскажи. Я тоже так думал. Нет, увы, поскромнее, но, тем не менее, значит, по 14 долларов, вот этих самых знаменитых туркменских долларов, получат женщины Туркменистана к 8 марта. Сожжим вашим тоном в тюбетеньке. Это прерисованные от руки президента. И с цветами на просвет. Знаете, так, если посадить на 100 долларов к свету, там цветочки, красивый тортик. А что мешает туркмении их напечатать? А вообще ничего, проблем нет. Так вот, денежные подарки вручат представительницам прекрасного пола, независимо от возраста и места работы. Даже девочкам в детских садах будут выдавать исключительно наличные, а не подарки на эту сумму. Девочка маленькая в детсадиках не овец, как вы говорите, и ковры, а четыресток. Слушай, это странно. Ну, очень прагматично, по-западному, согласитесь, да? Да, но как-то, я не знаю, но как-то, знаете, у меня бы рука не поднялась детям давать доллары туркменским девочкам. Ну, что это, ну, ну, это как-то, ну, там, ну, мимозы, да, ну, ладно, я понимаю, там, открытку, там. Не, ну, или когда сами просят, типа, дядя, дядя, да? Деньги давай, деньги давай. Да, так вот, женщины этой республики получат деньги... А, дядя, дядя. Я просто представил себе, да, площадь трёх вокзалов, да, было такое. Было, да, да, подбегает нас. Да ты ещё раз была. Ребятня подбегает. И заметьте, совсем не в 8 марта.